Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Всеобразовательные учреждения Самары по результатам мониторинга готовности приняты к 1 сентября. Как будет организована работа учебных заведений и остались ли вакантные места для первоклассников. Шесть дней волшебства и детской беззаботности. 23 августа в Самаре откроется «Волга-фест», чем удивит фестивальный городок в этом году. Разошлись миром в шестом туре российской футбольной премьер-лиги. Самарские крылья советов сыграли на домашней арене с воронежским факелом. Всеобразовательные учреждения Самары по результатам мониторинга готовности приняты к началу нового учебного года. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии, которое прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. В этом году за парты сядут на 4 104 человека больше, чем в прошлом. Примерно на тысячу увеличилось и число первоклассников. Как будет организована работа общеобразовательных учреждений в новом учебном году и остались ли вакантные места для ребят, которые услышат школьный звонок впервые, расскажет Ольга Павлова. Когда звонок уже прозвенит, устранять недочеты, выявленные в ходе осмотра общеобразовательных учреждений, будет некогда. Поэтому все, без исключения самарские школы, сдали паспорта готовности до начала нового учебного года. В столице региона 155 школ, 169 детских садов и 59 учреждений дополнительного образования. 1 сентября к обучению приступят более 127 тысяч человек. Свыше 14 тысяч из них – первоклассники. Все школьники обеспечены учебниками. Их закупка осуществлялась по государственным контрактам у 10 издательств. В общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание. В некоторых учебных заведениях проведен капитальный ремонт. В 9 школах и детских садах ремонт пищеблоков, ремонт кровли в 11 образовательных учреждениях, прачечное окраждение в 4, ремонт спортивного зала и прочие работы. В основном это асфальтовое покрытие. В рамках подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году департаментам образования были выделены дополнительные средства. Это позволило оснастить некоторые школьные классы компьютерным оборудованием для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Итого у нас уже 100 школ на сегодня, потому что эта программа идет третий год. У нас было 50, 25, 25. На сегодня 100 школ с современными оборудованными кабинетами. Приятная новость для тех, кто в первые классы еще не зачислен. Для ребят, которые сядут за парты впервые, остаются вакантные 549 мест. Работы по подготовке к 1 сентября ведут и в бюджетных учреждениях дополнительного образования, музыкальных, художественных школах и школах искусств. В них обучается более 9 тысяч человек. Во всех учебных заведениях к началу нового учебного года готова система канализации, отопления и водоснабжения. Текущий ремонт выполнен в 21 здании. Обновлены кровли, кабинеты, лестницы, туалеты. В фойе заменено напольное покрытие. За счет внебюджетных средств приобретены инструменты, мебель, учебные пособия. Все учреждения оснащены автоматической пожарной сигнализацией. Все школы обеспечены оборудованием по обеззараживанию воздуха, моющими, антисептическими, дезинфицирующими средствами. На всех объектах обеспечен питьевой режим. Обязательные предварительные медицинские осмотры сотрудников организации проводятся в соответствии с установленными графиками. Позаботились и о детях, которые в силу ряда причин не могут добраться до учебного заведения самостоятельно. В пяти образовательных учреждениях есть школьные автобусы. Общее количество учеников, которые пользуются этим транспортом, 1531 человек. Мониторинг на предмет готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году проводился в Самаре с 1 по 16 августа. По его итогам все школы города к новому учебному году готовы. Ольга Павлу, Николай Пифанов, События. За шесть месяцев этого года в самарские семьи было устроено 188 детей, оставшихся без попечения родителей. Как отметили в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки, число переданных ребят в приемные семьи в этом году сократилось за счет уменьшения общего количества таких детей. Причем в первом полугодии 2022 года 16 ребят вновь обрели маму и папу и были возвращены в родные семьи. Особое внимание власти города уделяют детям, прибывшим из ДНР и ЛНР. С февраля по июль в столицу региона из Донецкой и Луганской народных республик приехали 26 несовершеннолетних. 10 из них с законными представителями, 16 были переданы под опеку в Самаре. Ежегодный департамент опеки обеспечивает предоставление единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые находятся в приемных семьях. К примеру, учащимся 11 классов из числа таких детей к окончанию школы выплачивают по 10 тысяч рублей. В 22 году 11 класс в общеобразовательной школе окончили 82 выпускника. Для сравнения, в прошлом 76 подготовлены и направлены сертификаты на получение единовременного пособия. 10 ребят получили сертификаты у нас в администрации городского округа, вручала Елена Владимировна. Остальные сертификаты были вручены на территориях других районов. Специалисты компании Т-Плюс заканчивают модернизацию теплотрассы по улице Ташкентской. В этом году это один из крупнейших ремонтируемых объектов теплосетей. Сейчас рабочие уже приступили к закрытию бетонных лотков, в которых находятся новые трубы. Полностью закончить перевооружение коммуникаций планируют к 1 сентября. Новые подробности подготовки Самары к отопительному сезону узнал Михаил Ермоленко. Теплотрасса на улице Ташкентской – одна из самых протяженных в 15-м микрорайоне свыше 1000 метров. Тепло по этим трубам получает более 300 домов и объектов социнфраструктуры. Поэтому, как отмечают специалисты, важно отремонтировать все в срок и с минимальными неудобствами для жителей. Ни один из жителей нашего города не пострадал от этой перекладки в плане обеспечения горячего водоснабжения, так как были применены дополнительные схемы запитки и временные трубопроводы. Во время подготовки Самары к отопительному сезону специалисты компании Т-Плюс используют только современные материалы – трубопроводы системы оперативного диспетчерского контроля. Это позволяет определять место порыва с точностью до 1-2 метров и дистанционно из центра мониторинга качества отслеживать техническое состояние коммуникаций. Новшество использовали и во время ремонта на Ташкентской. Можно сказать, мы даже работали без выходных, старались, чтобы успеть все в сроке. И хочу бы поблагодарить жителей данного микрорайона за проявленное терпение, за то понимание, которое возникло ввиду строительства такого сложного объекта. Перевооружение теплотрассы на Ташкентской планируют завершить к началу сентября. Полностью восстановят благоустройство к концу месяца. Всего Т-Плюс заменит более 40 километров трубопроводов тепловых сетей в областной столице. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Далее коротко о других темах дня. Управление ФСБ России по Самарской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установило причастность жительницы Тольятти, 92-го года рождения, к незаконному приобретению наркотиков с целью сбыта. В декабре прошлого года девушку задержали с поличным. Было возбуждено уголовное дело. Волжский районный суд признал задержанную виновной и назначил 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Правоохранители продолжают разбираться в причинах крупного ДТП. В воскресенье, 21 августа, в Ульяновской области произошла авария с большим количеством погибших. По последней информации, жертвами трагедии стали 16 человек. Еще трех госпитализировали. По данным силовиков, водитель грузовика не смог заблаговременно затормозить и врезался в автобус, который стоял на дороге в ожидании своей очереди для движения по реверсивной полосе. В итоге машину буквально зажало между двумя грузовиками. 22 августа в России отмечают День флага. В эту праздничную дату сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области принесли присягу на верность Отечеству. Церемония прошла у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Всего клятву дали 17 человек. «Служу России, служу закону» – это слова для людей, стоящих в строю, значит очень многое. Ведь принятие присяги – одно из важнейших событий в службе и в жизни сотрудников уголовно-исполнительной системы. Эмоции, конечно, переполняют. Это очень ответственный день, это очень радостный день, потому что мы сегодня, так скажем, поклялись, что будем выполнять свои обязанности, будем выполнять свой долг перед Родиной. Конечно, это радостный день, это для нас праздник, для всех, для молодых сотрудников. Церемония принятия присяги прошла у мемориального комплекса памяти сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Всего к присяге сегодня привели 17 сотрудников УФСИН. На нас возложено, кроме соблюдения законности уголовно-исполнительной системы в целом, у нас еще и возложено социальное направление, как среди наших сотрудников и нашего спецконтингента. Мы проводим адаптацию осужденных перед этим освобождением, поэтому всегда работа с людьми, разносторонними людьми, она всегда была сложна. Это событие для молодых сотрудников УФСИН вдвойне особенное, ведь клятву они принесли в День флага Российской Федерации. Я думаю, что для людей служивых и служивых с большой буквы сам факт того, что сегодня символично совпало и принятие присяги, и День флага Российской Федерации, это, конечно, четкий показатель, во-первых, очень серьезного доверия к этим людям, а самое главное, что для них это очень серьезный старт в их офицерской карьере. После завершения торжественной части, по традиции, была сделана общая фотография на память. Затем все сотрудники отправились по местам несения службы. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. В Самаре летний сезон военной духовой музыки близится к завершению. Он открылся еще в начале июня. Каждую первую и третью пятницу месяца для жителей и гостей города звучат бессмертные произведения отечественных композиторов и шедевры зарубежной музыки. На одном из таких концертов побывали наши корреспонденты. В этот теплый августовский вечер на площадке перед Домом офицеров собрались десятки самарцев послушать известные и проверенные временем мелодии. Старшее поколение подпевает и танцует, резвится детвора, кто-то останавливается, проходя мимо. Татьяна и Алексей кружатся в танце. Они уже не первый раз посещают такие музыкальные вечера. Свой визит планировали заранее. После работы прибежали. Самое хорошее время – пятница, вечер, конец рабочего дня. Такая музыка прекрасная, погода прекрасная. Хочаще бы таких мероприятий. Мы бы каждый день ходили бы. Бесплатный концерт под открытым небом прошел в рамках проекта «Летние вечера духовой музыки». Их проводит Дом офицеров Самарского гарнизона и военно-исторический клуб «Бессмертные гусары» во взаимодействии с командованием 2-й гвардейской общевойсковой армии. Мы в исторической форме верхом открыли этот замечательный вечер. Я, честно говоря, давно не сидел верхом. И сегодня почти два часа мы выходили. Я действительно счастлив. На этот раз на сцене перед зрителями выступал военный оркестр управления Федеральной службы войск Национальной гвардии по Самарской области под руководством дирижера майора Олега Чемоданова. Я рад дарить живую музыку каждые выходные для гостей и жителей города. Будет звучать как оригинальное произведение для духового оркестра, как эстрадное произведение, так же переражение симфонического оркестра. Такие вечера – это продолжение традиций Самарского военного оркестра 214-го пехотного Макшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова, автора знаменитого вальса на сопках Манжурии. Настроение отличное, очень здорово придумано, людям создаёт настроение. Я думаю, что людям нужно немножко расслабиться от трудовых будней. Здесь прийти и отдохнуть, пообщаться, так же может даже кто-то с кем-то познакомился. Планировали свой весель, хотели послушать музыку. Просто приятно, когда такие мероприятия проходят в городе. 26 августа пройдёт завершающий концерт в рамках этого сезона. Для зрителей выступит военный оркестр 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Варушилова. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Фестиваль «Волга-фес» стартует уже завтра, 23 августа. Он пройдёт на Старой набережной и будет посвящён теме детства. Организаторы обещают, что в каждые шести дней фестиваля зрители станут свидетелями чудес, сказок, волшебства и смогут на время стать по-детски беспечными. Андрей Горгуленко продолжит. Оказаться в настоящем музейном царстве смогут посетители «Волга-феста». Крупные самарские культурные центры раскинули свои площадки прямо на волжском песке. Здесь гости смогут оказаться в желудке древнего чудища, познакомиться с бабой-ягой, погрузиться в подводный мир и увидеть жилище древнего волжанина. «Мы приглашаем сюда родителей с детьми, чтобы объяснить детям, для чего-таки нужна ступа, ушат, ухват и прочие вещи, назначения которых дети часто забывают или вообще не знают». Атмосфера сказок, чудес и беззаботного волшебства пропитает все площадки и арт-объекты «Волга-феста», потому что тема этого года – детство. Для зрителей подготовили концерты и выступления вокальных и танцевальных артистов. Запознавательную часть «Волга-феста» будет отвечать фестивальный городок, где детство откроется с нескольких сторон – научной, практической, философской и психологической. Гости смогут попробовать и блюда волжской кухни. А изюминкой станет специально созданный к фестивалю спектакль «Сказка о потерянном голосе». «Это спектакль, написанный нашими самарскими сказочниками под руководством Дениса Липстера. Написан он с участием детей. И это спектакль про Волгу, про царевну, про заката, восхода. В общем, все то, что определяет жизнь Самары». Помимо интерактивных площадок, жители и гости города, вооружившись кисточками и совками, смогут поучаствовать и в раскопках воображаемого волжского 10-метрового ящера, чьи кости будут частично закопаны в песок на территории фестиваля. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Две с половиной тысячи спортсменов на дистанциях от 600 метров до 42 километров. В Самаре состоялся пятый самарский легкоатлетический марафон на Кубок Главы Города. Его приурочили ко дню флага России. Елена Лапушкина наградила победителей и вручила призы. Подробности расскажет Светлана Кудрявцева. Ранние старты дистанции от 600 метров до 42 километров. Две с половиной тысячи бегунов приняли участие в пятом марафоне на Кубок Главы Города Самары. Дистанции все по центру, историческому центру Самары. Мне кажется, ребята, которые принимали участие в забеге, не просто показывали свои достижения, но в том числе и любовались нашей Самарой. Сегодняшний забег проводится накануне государственного праздника, Дня Российского Блага. Я вот сегодня спортсменам пожелала, чтобы наш трехолор всегда был символом победы. Спортсмены и любители приехали в Самару из разных городов и стран. Сегодня у нас уникальный марафон, потому что марафон у нас приурочен к трем знаменательным событиям, или можно сказать, да, там. Первое, наш марафон, марафон на Кубок Главы нашего города приурочен ко дню флага Российской Федерации. Второе, то, что наш марафон юбилейный, он проходит в пятый раз, и в этом году у нас приняло две с половиной тысячи участников, приняли участие, и с более чем 200 городов и из пяти стран. Третье событие, то, что он прошел у нас очень рано, это был очень ранний забег. Первый старт был в 7 утра. У нас был отдельный старт на 1586 метров, когда ребята стартовали именно с флагом. Пробежала дистанцию и делегация спортсменов из Казахстана. Мы сюда приехали на международный марафон от Самарской поучаствовать. Классная атмосфера у нас вообще. Приехали команды, 40 человек, в общем, движуха нереальная. Супер марафон, Самар марафон. Честное слово, не ожидал. Вячеслав Фадеев приехал из Тольятти. Два года назад возобновил занятия спортом, участвовал всего в нескольких состязаниях, а в Самаре решил пробежать полумарафон. Ощущения замечательные, трасса классная, организация отличная. Ну и состав участника такой большой. Мне все очень понравилось. Финиширует на дистанции в 21 километр и Ольга Гаврина из Самары. Приехала на соревнования вместе с супругом, но он бежит 42 километра. Это моя первая половинка. Я очень счастлива, долго к ней шла. Отличная трасса, хорошая организация, супер. Спасибо, ребята. Валентину Жеребцову любимый человек встречает на финише с букетом роз. И не зря. Девушка пробежала марафон и стала третьей в зачетной таблице. Рассказывает, что бегом занялась лишь пять лет назад и сразу вышла на длинные дистанции. Бегала с первым самарского марафона в 2017 году. Это был мой первый старт на 42 километра. Каждый год я повторяю. Здесь, в Самаре, в августе. И первый раз зашла в абсолют на третье место. Победителей и призеров марафона наградила кубками глава города Елена Лапушкина. Спортсменам вручили подарки от спонсоров, а бегуны, которые заняли призовые места, получили денежное вознаграждение. И хотя встать на пьедестал почетно, многие спортсмены признаются, что главное для них – это победа над собой и стремление к новым личным рекордам, которые еще впереди. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. Самарские крылья Советов и воронежские факелы разошлись миром в шестом туре российской футбольной премьер-лиги. Команды долго раскачивались, но после серьезного разговора с наставниками в перерыве выдали жаркий второй тайм. Как проходил поединок с соседей по турнирной таблице РФПЛ, расскажет наш корреспондент Анатолий Главко. Горячая атмосфера на трибунах и нежелание отдавать очки «Самарские крылья Советов» провели встречу с факелом в шестом туре РФПЛ. Наглецы из Воронежа такое прозвище получили новички чемпионата, навязали серьезную борьбу дружине Игоря Осенькина. В первом тайме команды изучали друг друга и это зрелище, мягко говоря, не доставило удовольствия футбольным эстетам. Много борьбы в центре поля, высокий процент брака и низкий темп игры. Вот, пожалуй, краткое описание первой 45-ти минутки. После серьезного разговора с тренерами в перерыве ситуация на поле в корне изменилась. На 61-й минуте встречи Максим Глушенков вошел в штрафную соперника, немного замешкался, но в конечном итоге сумел отправить мяч в правый нижний угол ворот Ильи Свинова. Главный тренер факела Олег Василенко моментально отреагировал на изменения в счете и выпустил на зеленый газон Самара-Арены Максима Максимова. Наставник замены не прогадал, нападающий первым касанием отправил мяч в сетку ворот Ивана Ломаева и восстановил равновесие на табло. До конца матча футболисты Крыльев Советов пытались вырвать у гостей три очка, но Волжан подвела плохая реализация. Как итог, боевая ничья 1-1 и только 10-е место для самарцев в турнирной таблице. По словам Игоря Осенькина, хозяевам поля не хватило сил на финишный штурм. У нас есть определенные проблемы, но мы старались все равно именно победить, а не удержать счет, но тем не менее счет остался таким же. Наставник воронежского факела отметил, что результат игры оказался закономерным и ему не в чем упрекнуть своих футболистов, которые практически полностью выполнили установку на матч и оставили все силы на поле. 1-1 и с учетом того, что мы проигрывали, хорошо и все, двигаемся дальше. Воспитанник самарского футбола Сергей Божин, который сейчас защищает цвета факела, рассчитывал увезти из родного города три очка. У нас скамейка длиннее, мы должны были чуть более быть свежими и, наверное, добиться более лучшего для себя результата. Вот, поэтому, естественно, мы расстроены отсюда уезжаем. Новичок Волжан Владимир Хубулов отметил, что команда находится в хорошем состоянии и готова продолжать борьбу в чемпионате на самом серьезном уровне. Все-таки набираем какие-никакие очки, у нас мало поражений, но хотелось бы побеждать. Надеюсь, следующие игры сложатся удачные. Следующую встречу дружина Игоря Осенькина проведет в столице Чеченской республики, городе Грозном. Местный Ахмат примет на своем поле Волжан в субботу, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Около сотни дзюдоистов-юниоров поборолись за медали первенства Самарской области и за шанс попасть на чемпионат Приволжского федерального округа. На зрелищных соревнованиях побывал наш корреспондент Михаил Ермоленко. Сто дзюдоистов со всех уголков региона поборолись за право называться чемпионом и отстаивать честь Самарской области на первенстве Приволжского федерального округа. В погоне за медалями сошлись юноши и девушки 2003-2005 годов рождения. Это первенство – один из важных шагов на пути к чемпионату России под дзюдо. Ежегодно у нас отбор по каждым возрастам происходит. Ежегодно. До 13, до 15, до 18, до 21, до 23 и уже взрослые. По каждому этому возрасту проводится отбор. За медали соревнований боролись как новички, так и уже именитые спортсмены. Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер один Максим Костюничев в прошлом году выступает за сборную Самарской области, принес региону золото на первенство Приволжского федерального округа. В этом году парень отметит крупный юбилей – 10 лет своей спортивной карьеры. Поэтому собирается как минимум повторить результат. Для этого усердно тренируется 6 раз в неделю. В этом году я понимаю, хочешь повторить результат? Ну, хотелось бы его улучшить, конечно. А улучшить это как? Первое место? На Россию нужно поехать и выиграть там. Судьи отмечают – самарские дзюдоисты традиционно показывают хорошие результаты. В прошлом году наши спортсмены в составе сборной региона на первенстве Приволжского федерального округа принесли в копилку 3 золота, 1 серебро и 5 бронзовых медалей. Сейчас федерация надеется вновь увидеть лучших самарских дзюдоистов. Сначала на первенстве ПФО, которое пройдет 15 октября в Оренбурге, а затем на всероссийских соревнованиях. Михаил Гермоленко, Василий Колдашов. События. Самара ГИЗа пустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, как часто читают наши подписчики. 38% проголосовавших каждый вечер, 31% не более одной книги в полгода, 7% слушают аудиокниги, 24% ответили, что не читают вообще. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Глава Самары Елена Лапушкина поздравила жителей города с Днем государственного флага России. Благородство, верность и мужество. С этими важнейшими человеческими качествами ассоциируются цвета государственного флага Российской Федерации. Он объединяет всех нас в стремлении сделать страну сильной и процветающей, написала мэр в своем телеграм-канале. Глава пожелала самарцам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия. В Самаре организуют муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате торговля с автомашин. Они будут работать в Красноглинском, Кировском, Промышленном, Ленинском районах в сентябре и в октябре. Точные даты и адреса публикует телеграм-канал администрации города Вести Зворянской. Также в городе работают круглогодичные ярмарки в Октябрьском районе на пересечении проспекта Ленина и улицы Челюскинцев, в Ленинском – на пересечении Дачной и Чернореченской, в Куйбышевском районе на Белорусской – 131. QR-код с полной информацией о полученных компетенциях и навыках появится на дипломах выпускников колледжей. Там будут отражены как теоретические знания, так и практические навыки, которые выпускник получил во время обучения, пишет администрация Красноглинского района Самары. Еще одно нововведение. В приложении к диплому появится новая таблица с информацией о месте прохождения учебной и производственной практики и видах выполняемых работ студентам в ходе обучения по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет». Приказ вступит в силу 1 марта следующего года. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok